А много ли русских сейчас живет в республике? Что делается для того, чтобы русские сохранили свои традиции и свой язык? Около третий населения республики, то есть более 100 тысяч человек, живет русских. Для краткой справки или для сравнения, в 1926 году, когда формировалась в те советские годы республика Талмыкия, ну тогда не республика, а автономия, около 15 тысяч всего лишь. Всего населения. Да, поэтому рост очевидный. И что меня больше всего радует, надо сказать, что то, о чем мы с вами говорили в ходе нашей беседы, я имею в виду ток миграционный, он, конечно же, коснулся и русской части населения. Может быть, даже в большей степени этого. А сегодня мы наблюдаем обратный эффект, обратный результат. Во-первых, русская молодежь, русское население остается дома. Во-вторых, многие возвращаются. Возвращаются по одной простой причине. Ну, экономические подоплёки этого мы с вами уже немножко вкратце обсудили. Ну, а что касается духовной части, того, что даёт возможность русским чувствовать себя комфортно, тут, надо сказать, что на протяжении последних десятилетий сделано было очень много прежнего руководства республики, в первую очередь. Хочу отметить одну маленькую деталь. С началом истории современной Калмукии или современной России, то есть с начала 90-х годов, в Калмукии не было ни одного буддийского храма. Я имею в виду, постановлено после тех революционных событий советского периода истории. Так вот, первый храм был построен православным. На территории Калмукии. На территории Калмукии. Совершенно верно. И только после этого тогдашний президент Калмукии Рюмженов начал строить и начал заниматься возрождением буддизма. В первую очередь акцент был сделан на возрождении православия. Или, если хотите, на придание православия нового совершенно уровня. И тем самым руководство республики показало, что в Калмукии никогда не произойдет, ну, так называемое, отторжение русской нации. Наоборот, власти будут делать все для того, чтобы способствовать духовному возрождению русских, славян, православных, начав с того, что будут строиться православные храмы и церкви. И эта политика продолжается и сегодня. Мы закладывали, заложили, идет строительство нового храма Пресвятой Богородицы. Кстати, в севере столицы, на въезде с Монгограда, будет замечательный храм. Огромный, несравнимый, конечно, с тем, который есть сегодня. И это тоже один из факторов того, что и сегодня мы по-прежнему для себя приоритетно считаем задачу сохранения межконфессионального, ну, в данном случае, мы говорим о религии, межконфессионального мира. И будем продолжать эту традицию дальше. Школы, наши русские гимназии, причем, подчеркиваю, подчеркнуто, русская национальная гимназия с кадетскими классами. Преподавание русского языка во всех, без исключения даже национальных школах, как основной предмет. Наверное, вот эти вот все факторы способствуют тому, чтобы люди оставались, я имею в виду, русских в республике, и чувствовали себя комфортно так, как они и должны себя чувствовать, как граждане Российской Федерации, поскольку Калмыкия, безусловно, является неотъемлемой частью. Ну, а если говорить уже немножко шире, то я хотел бы сказать о наличии русского драматического театра в нашей маленькой степной столице. При том, что есть и Калмыцкий драматический, есть и театр юного зрителя. Вот эти факторы, они работают на то, чтобы мы по-прежнему, как всегда, жили как друзья и братья. Вот, кстати, по поводу театров. В конце декабря Калмыкия еще раз вспомнит события 43-го года, бесчеловечную, бессмысленную депортацию калмыцкого народа. Вот к этой дате наверняка в республике будут проходить большие мероприятия, это все-таки 70 лет. И я знаю, что одно из мероприятий уже состоялось, была премьера в драмтеатре. Есть судьба Баглаза Катаржанка, да, русская женщина, которая пошла за своим мужем-калмыком в Сибирь. Есть ли в планах гастроли драмтеатра с этой пьесой? С удовольствием бы вышел с инициативой к своему близкому другу и коллеге губернатора Волгоградской области, с тем, чтобы калмыцкие драматические коллективы, театральные коллективы, может быть, приехали в Волгоград, в Волгоградскую область. В Волгоградскую область огромная территория с большими городами. А волгоградские коллективы творческие посетили эту республику, показали бы здесь свою искусство. Это замечательная идея. Я хочу немножко вернуться по поводу религии. Вы сказали, что очень интересный факт, что первый православный храм появился раньше буддийских на территории Калмыки. Но вот в нашей области тоже есть предпосылки возрождать буддизм в Светлоярском районе. Была построена ступа. Вот это такая своеобразная мере, куда приезжают буддисты Волгограды постоять, подумать, пофилософствовать. Развиваются какие-то буддийские центры у нас действуют. Очень много выставок. Приезжают калмыцкие художники. Было, по-моему, 7 художников приезжало. Доставляло потрясающую картину, по которой можно было посмотреть всю историю. Но эти же ведь не знают, что среди калмыков есть казаки, что они первые вошли в Париж. И об этом узнают благодаря через культурные связи. Но у меня еще такой вопрос. Всех русских поражает такой факт, что у калмыков очень много русских имен и русских фамилий. С чем это связано? Ну, приходится повторяться. Но еще раз хочу сказать. Наверное, это связано с тем, что калмыки издавна пытались сохранить такую лояльность, толерантность к близлежащим нашим соседям. Кстати, не только русские. У нас очень много тюркских имен. Кавказских здесь не хотите. То же самое происходит обратно. В многих смешанных семьях даются калмыцкие имена. Но есть одна немаловажная деталь. Вот, собственно, вы обратились ровно по адресу. Значительная часть населения Калмыкии жила в так называемом Донском казачестве. И относила себя, вернее, они были так называемыми регистровыми казаками. То есть ходили в войско-донское, причем, где имеет историю давнюю, с 1812 года или даже до того. Так вот, тогда это было вполне объяснимо, потому что некоторая часть калмыков была, кстати, православной. И с удовольствием обменивались и православными именами, и между друзьями. А те, кто был крещен, конечно же, они по религиозным, каноническим правилам давали христианские имена. Но это было нормально, и никогда не вызывало никакого противоречия или отторжения. Наверное, вот в этом добрая традиция. Ну, сейчас современные родители калмыки, калмыцких семей чаще дают уже калмыцкие имена. Да, и это тоже хорошо, и это тоже правильно. Мы много говорим о том, чтобы сохранить себя как эднес, как генофонд, если хотите. Сегодня мы много занимаемся возрождением, подчеркиваю, возрождением калмыцкого языка. Ведь мы его за последние годы, надо сказать, серьезно потеряли. И сегодня для нас, для руководства республики, это задача номер один. Более того, несколько, почти два года тому назад мы создали совет при главе республики по возрождению калмыцкого языка. Мы приняли государственную концепцию, государственные поддержки языковым проблемам нашего народа. Вы правы, для нас это очень серьезная проблема. И вот та добрая традиция, когда сегодня в молодых калмыцких семьях возрождается такая традиция довольно калмыцких имена, очень даже редкие, звучные, красивые. Я думаю, это будет только на благо. Вы дома, в своей семье, говорите по-калмыцки или по-русски? Ну, надо признаться откровенно, конечно, по-русски. Но тогда, когда нужно что-то сказать, так скажем, между собой, или не находишь слов для выражения эмоций, калмыцкий язык больше подходит. Да? Да. Ну и последний вопрос. Элиста у многих ассоциируется с шахматной столицей. Как сейчас обстоят дела со спортом в республике? Как поживает Уралан? Как поживают традиционные калмыцкие виды спорта? Вы очень правильно отметили. Действительно, мы считаем себя шахматной столицей России. Хотя многие регионы и страны уже сегодня вошли в эту программу, в это движение пропаганды шахмат. На государственном уровне, на региональном уровне принимаются программы обучения шахматам в школах. Это Канты-Мансийский автономный округ, Томская область, Тюменская область. И многие-многие области и края страны. Но вы были пионеры в этом деле? Мы были пионерами и мы, конечно же, стараемся удержать эту корону шахматной столицы. Но помимо другого, помимо всего прочего, конечно же, мы отдаем большой себе отчет, что надо заниматься и другими людьми спортом. Вы упомянули Урала, мы потеряли нашу команду. Тяжелые, так скажем, годы экономики для нашего региона. Мы не смогли больше содержать ее в бюджете. И самое главное, я считаю, это было сделано правильно предыдущим руководством. В такой спор должны приходить все, что это исполнит. Держать в богатом, в экономически развитом регионе, где есть серьезные финансовые, экономические возможности, да, это нормально. Это, наверное, люди помнят. А содержать клуб с огромными расходами в сверхдотационном регионе, где, к сожалению, иногда не хватает средств на самые насущные проблемы многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, ветеранов, это было бы, наверное, не совсем правильно. Но, тем не менее, любительский футбол, другие виды спорта, которые обязательно должны существовать в любом обществе, они, конечно же, по-прежнему развиваются. Ну, и ярким свидетельством тому может служить, что прошлогодняя олимпийская эстафета в Лондоне это три наших земляка участвовали в Олимпийской сборной России. Это, конечно же, золотая чемпионка России олимпийских игр в Лондоне Алина Макаменко. Это бронзовый призер по греко-лимпской по империи Нигиан Семенов. Это участница, одна из ведущих игроков женской гонгбольной сборной, наша Людова Дни Игра. Это, наверное, яркий показатель того, что спорт не умирает, а более того развивается. Симон для других, наверное, спортсменов. Наши мальчишки уже, наверное, в массовом порядке после Олимпийских игр в Лондоне начали заниматься, кто продолжал, продолжает, а совсем маленькие, с удовольствием, топами повалили в детские секции. Маленькие девчушки, хореографические, да, кружки, гимнастику. Кстати, недавно у нас завершился наш конкурс республиканский чемпионат «Маленький эфир». Он проходил под мастер-классом, под руководством олимпийской чемпионки Алины Макаренко. Ну, а традиционные коммунские виды спорта, скачки, стрелевая с луком, борьба, танец орла? Это не обсуждаемо. У нас ежегодно происходят разного рода мероприятия. Традиционные скачки весной, то, о чем вы сказали, это национальная борьба, станьба из лука. Джангриада. У нас есть очень замечательный наш национальный гайпас Джанга, который, наверное, сопоставим с такими мировыми жемчужинами этого народного творчества, как, не побоюсь даже сравнивать, Романьяна, Таевалва, Карельская, Манаск, Киргизский. В этом году достойно строить джангри. Так вот, в память этого события мы дважды, раз в два года, организовываем республиканский джангриад. Это спортивные состязания, это участие наших фольклорных коллективов, возрождение традиций. Вот это вот все способствует спорту в том числе. Спасибо большое вам за интервью. Я думаю, что республика развивается, крепнет. И я думаю, что они узнают весь мир. И вы обязательно покорите весь мир, потому что у вас заложены все эти... Спасибо. Спасибо вам за это доброе интервью. Я думаю, несмотря на то, что мы живем очень рядом, конечно же, наверное, не все волгоградцы бывали у нас. Хочу воспользоваться возможностью пригласить волгоградцев посетить республику. То, о чем вы упомянули, что даже в Волгограде, в близлежащих к нам районах, помнят и знают о том, какие добрые соседи живут рядом, это факт. И вот вы упомянули всего Солярка, Светлоярского района. Я хотел бы вот сейчас, пользуясь возможностью, поблагодарить лично главу района, Борис Борисовича Коробкова, за его вот такую подвижническую работу, активную поддержку наших земляков. Ступа просветления, наша буддийская святыня, стоит отныне в этом селе. Пользуется большой популярностью. Спасибо, Борис Борисович, огромное. Спасибо большое.